Торжественное открытие положило начало большому мероприятию, которое объединило на татаме Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» более ста спортсменов. Все они представители силовых структур, люди в погонах. На данном чемпионате будут отбираться сборные команды для участия в своих соревнованиях ведомств. Ну и в этом году, в апреле месяце мы будем принимать здесь чемпионат бывшего «Динамо» по рукопашному бою. Данные соревнования являются подготовкой для такого серьезного соревнования. Конечно, определить победителя судьям было непросто, ведь новичков на татаме практически нет. Многие участники соревнований занимаются единоборствами с малых лет и имеют большой опыт участия в состязаниях разного уровня. Кроме того, в работе каждого из них физическая подготовка и спорт имеют особое значение. Им в рамках службы уделяется особое внимание. Бил я очень давно, уже как 7 лет. Сначала занимаюсь латайским боксом, потом переходил в ММА, в смешанные единоборства, в рукопашный бой. За свое ведомство выступаю довольно так часто. Практически в каждом соревновании ездим, как и в государственных органах, и в спецподразделениях. Ну, приносим хороший результат. Занимался в городе Кобрине у Барановского Арсенова Владимировича в клубе «Кудо». Затем у Олега Милякова тоже в этом же клубе. Недавно только работаю в охране, поэтому первое соревнование тут с охраной. Какие ожидания у тебя? Ну, конечно, победа. Представители команд активно поддерживали друг друга, давали рекомендации и советы, помогали настраиваться на бои. Финалистами соревнований стали представители трех ведомств. Отряды милиции особого назначения, Управление внутренних дел Брестского облсполкома, Департаменты охраны и пограничные группы имени Держинского. Продолжение следует...